Друзья мои, зрители мои, подписчики мои, вам мое категорическое здравствуйте! Сегодня у нас сравнение, не сравнение, а прямо битва титанов, потому что у нас в левом углу TRN ST2, которые очень долгое время были на первом месте в моем личном, скажем так, топ рейтинге до 19 долларов. А в правом углу у нас CCI CRA+, которая подвинула их, собственно, с этого места. Если вы помните, в обзоре я сравнивал поверхностно, и они их подвинули, действительно подвинули. Я, честно говоря, не ожидал. Я понимал, что это будет хорошая моделька. Действительно хорошая моделька, ну чтоб вот настолько. Кстати, эта моделька пришла нам из официального магазина CCI скидка на CCI. Скидка, ссылка на него в описании. Обязательно делайте неоплачиваемый заказ, просите ссылку. Если что, передавайте от меня привет, за свои скидки надо бороться. Вот. А эта моделька из магазина LikeLZ. Там, да, там слово, название моего канала действует как слово-пароль. Вот. Ребята, это вот, ну как бы, что-то. Эта модель у нас на данный момент стоит около 18 долларов. Эта около 14. Это вот на момент снятия ролика. И, ну как бы, вышел батл нешуточный, жаркий, очень где-то похожие, приблизительно почти равные. Но вот на каком повороте и на каком вираже CCI, собственно, обошли ТРН, конкретно в этих моделях, вы сейчас и узнаете. Понеслась душа по кочкам. Ну, друзья, и понеслась. Вот это вообще вот, ну такая игра на грани фола. Поэтому такой час подробно вообще, как сниму подробнейшее сравнение, ну тут стоит. Очень похожая подача у этих моделей. Обе модели насыщены воздухом. Обе модели в ширину хорошо дают. Обе модели в детальность хорошо дают. Какие-то даже вот планы строят. Небольшие какие-то. Но есть шлейфы. Все вот как бы. Но есть парочка нюансов, о которых хочется поговорить. Но для начала покажу вам комплекты поставки. А пока показываю. Моя супруга выведет вам на экраны технические характеристики. Прочитайте их обязательно. Обе модели приходят в спичечных коробках. Только ТРН и СТ2 в коробке старой формации. Но как бы не по вертикали, а по горизонтали, насколько вы видите. А RCA CRA+. Вот. Уже за день съемок начинаю заговариваться. Приходит в более маленьком спичечном коробочке. Таком, скажем, облегченном. Но это не главное их различие по комплекту поставков. Смотрите. У ТРН амбушюрки. Мне ТРНовские заходят больше. То есть, они чуть-чуть упруже. Вот эти вот такие вот, знаете, серые, темно-серые, с красным сердечником. А вот здесь вот такие обычные, классические амбушюры от CCA и KZ. Вот такие вот с подрезанным сердечником, жиденькие. Ну, с насечками на амбушюрах, как вы можете видеть, да? Вот. А кто знает вообще, почему всегда средняя пара у ТРН, ну, особенно раньше вот этих вот таких вот классических, скажем, уже ТРНовских амбушюр, всегда средняя вот с таким вот сердечником аж наружу. А остальные две чуть-чуть отличаются. Если знаете, напишите. Вот мне очень любопытно. Никак не могу, давно интересуюсь этим моментом, никак не могу найти ответа. Ладно, это касаемо амбушюра, кабель у ТРН, видите, вот такая вот с моточкой, есть даже колпачочек. И он вот такой вот, скажем, ну, старая школа, витой, вот видно в нем медь посеребренную. Ну, кстати, что один, что другой кабель я рекомендую к замене. Что этот немножечко со временем поддубел, уже не такой эластичный, как был. А эти дубеют вообще очень сильно. И не только со временем. Сейчас на холод только выйти на улицу, и он вообще как струна натянется, а как арматуре настанет. Вот так вот, наверное, будет точнее и яснее. Ну, по сути, сменить их надо оба. Ну, у ТРН, видите, как бы чуть-чуть так эстетичнее и лучше. Буду так убирать сразу, чтобы это дело нам не мешало. По мануальчикам, тут вот в ТРН насыпали чуть-чуть с размахом, парочка мануальчиков. То есть, как бы, контроль качества. Здесь это отпечаток внутри коробка. Я уже показывать не буду, вы все это 150 раз видели и знаете. Главное, что мне у ТРН нравится. И вот еще у LZ, у модельки, там Liberty Max была у меня. Мне нравятся вот такие вот пакетики для кабеля на зипиках, потому что в них можно это дело переносить. Вот, ну и, собственно, вот такие вот сами коробочки. Я же говорю, этот вот горизонтальный, большой, классический. Тоже вот, как бы, тут выведены все характеристики. Самое интересное, что сделали в CCA, это вывели до сотых. Там, знаете, пишут плюс-минус, там, 3 дБ, да? Тут вообще до сотых вывели. И даже импеданс вывели до десятых. Ну, молодцы, если это так, как бы, и есть эти замеры. Ну, как бы, круто. Перемерять у меня, к сожалению, нет возможности. Что вы об этом думаете, я прочитаю в комментариях. И возвращаемся к нашим моделечкам. И прежде чем начать их сравнение, хочу сказать, что я их провел на FIO Q3. Видите, прицепленным к нему TempoTec V1A. Пока ко мне не доехал мой V6. Вот буду в каждом ролике говорить. Может, тогда он быстрее приедет. Вот, на вот этой вот связочке. И на вот этом кабеле серебряном от X-Inch. Чистое серебро. У меня сейчас, кстати, два таких кабеля. Доехал ко мне точно такой же, только модульный. И об этом видео не знаю. Если еще не вышло, то в скором времени выйдет. Ну, просто чуть-чуть с последовательностью роликов. Еще не понимаю, что как будет выходить. Но понимаю, что я еще пока тут материал не снял. А вы уже видите картинку более, скажем так, целиком. Ладно, давайте приступим к основному и самому вкусному. Обе модельки наполнены воздухом по низким частотам. Обе модельки как бы... Вот они и музыкальные, и детальные, и светлые. И вот, ну, с начатками каких-то слоистостей. С начатками передачи обертонов, с начатками шлейфов, затуханий. Все это вот как бы здесь пытается быть. И вот они очень-очень-очень похожи по своему звучанию. А, кстати, вот еще по корпусам хотел вам сказать, что здесь вот такой вот корпус от RN-ST2, что он так вот четко садится в ухо, фиксируется. И даже поправлять не надо. То есть вот он сел, и все. И вот-вот-вот, ну, не в каждое ухо это дело сядет. Там в маленькое девичье может быть немножечко и давить, может быть как-то-как-то дискомфорт. А тут же простой вот такой вот универсальный кастум без вот этой вот-вот выемки. И их, ну, время от времени приходится поправлять, потому что они как бы, ну, то есть от движений, от шевелений они чуть-чуть выходят. Вот как бы вся разница по корпусам. Ну, и все же, здесь не будет царапаться, здесь не будет залапываться по корпусам. Наверное, я бы вот предпочтел такой же, ну, как у ST2 от RN. Ну, QDC-коннектор, и все, вы это видите, да. И к звуку. К звуку будем расщеплять звук на атомном уровне. Ну, и вот хочется начать с CCI, обычно я пропускаю старичков вперед, но вот сейчас почему-то прям вот тут хочется начать с CCI RCA+. Вот как-то на их фоне, потом будет легче мне, наверное, говорить об ST2 от RN. Низкие частоты, воздухом наполненные. Есть вот такой вот, как бы, вшире они вот раздуты немножечко воздуха. Есть насыщение, вибрации в этом воздухе, риберверации, все вот это вот как бы звучит. Есть в сравнении с ST2 на них небольшой вес. То есть здесь низкие частоты чуть-чуть вот ближе к вам находятся. Вот тут вот как бы чуть-чуть на отдалении. И вот здесь вот они даже шире. Здесь вот они немножечко как бы уходят на глубину. Короче говоря, басбочка здесь насыщена тоже как бы воздухом. И вот уходит на глубину примерно средне. А в ширину раздается чуть больше среднего. Здесь басбочка до среднего на глубину не уходит. Чуть-чуть выше среднего она. Но шире раздается как бы вширь. Ну, потому что и подача более как бы приближена к вам. Что здесь, что здесь. В принципе, одинаковая саб-часть. Она такая вот как бы поверхностная. На глубину вас не утягивающая. Дающая такая, знаете, вот переливов к музыкальности. Вот какой-то такой вот риберверации, которая вот, ну, именно вот в ширину разгоняет звук, что тех, что этих наушников. Ну, в принципе, идентичная. Ну, то есть саб-часть. Она очень хорошо чувствуется. Ну, не тяжелая, не глубокая и не резкая. Удары барабанов одинаково технично для этого ценового сегмента. А это, ну, то есть где-то 19 долларов, да, там 18-19. Она такая хорошо технично. Через вот этот вот воздух в басбочке, что в одной, что в другой модели, врывается, делает как бы ритм, делает ветер. По барабану чувствуется, что удары не в одну точку. Где уходит в середину, где по краям, где чуть больший удар, где чуть с меньшей силой удар. Все это как бы чувствуется и придает такой некой, вот, знаете, какой-то техничности вот этому вот расползающемуся чутка басу. Ну, как расползающемуся, это я так образно. На самом деле, как бы, вот, ну, ну, вот здесь вот может быть чуть-чуть вот это шире, здесь вот чуть-чуть уже, но с серединки это не мешает. Я бы не могу сказать, что где-то как-то что-то налезло на середину. Нет, наоборот. Очень даже наоборот. Это просто вот как бы в середине такое, как бы, знаете, более музыкальное звучание придает. А вот середина здесь уже как бы немножечко разная. Нет, обе эти модельки, они подсушены, нет, нет, ни лишнего жира, ни холестерина, ни на мид-басе, ни на самой середине, где звучат другие, ну, то есть более резкие струнные инструменты. Да? Но у CCI CRI+, немножечко, знаете, так ярче, не немножечко так, а ярче, подсвеченный, пронзительный звучат струнные. То есть прямо вот немножечко агрессивней. Здесь вот тоже они чуть-чуть более расходятся в ширину, и кажется, что вот реперверация струны, обертона, вот тут вот как бы чуть-чуть лучше ST2 удается. Но они звучат вот немножечко ниже. Здесь звучат выше. И вот для меня, ну, буквально на грани комфортного. Чуть бы выше, уже бы как бы могло бы и резануть. Ну, вот то, что здесь выдает, это вот, ну, вот эта вот красота, когда музыкальный бас и рисковатый, слегонца рисковатый, низкий, вот на таком контрасте это вот звучит. И это вот такой вот эмоциональности добавляет. Ну, очень даже хорошо. Здесь это звучит вот немножечко ровнее. Нету вот этой вот яркости, но чуть-чуть вот более шире звучат. Струнные инструменты, чуть-чуть вот больше каких-то вот моментов. Если вот здесь вот щипнуть струну, то у нее затухание будет чуть больше длиться. Здесь вот оно чуть меньше закончится. Но здесь это будет яростно, атакующе, а здесь это будет чуть-чуть вот, чуть-чуть ниже. Вокал. Ну, по вокалу однозначно выиграют CCI, CRA+, потому что они универсальные. Вы уже видели, наверное, в обзоре и в сравнении с Ultra EDX, что им одинаково хорошо удается развернуть низкий вокал. То есть показать его детальность, высветить нюансы звукоизвлечения, подчеркнуть хрипотцу, баритончик так вот хорошо аж полетит. И одинаково при этом, как бы круто, они показывают высокий вокал. Что женский, что мужской, женский, ну вообще так вот это выразительно, как-то вот так вот это цепляюще тоже звучит, ну как бы сильно. То у TRNST-вторых им лучше удается все же низкие вокалы. То есть он будет в ширину, ну то есть они, видите, они вот как бы чуть-чуть получаются шире. Чуть-чуть шире и с выворотом вот так вот, вот всей вот этой вот, то что ближе, скажем так, к низким частотам. И вот вокал мужской, женский, низкий, он здесь будет вот такой более расщепленный на атомы, в нем будет чуть больше воздуха, в нем будет чуть более понятней, когда он успел начаться из груди выходить, как каждая вот эта вот хрипотца, она чуть-чуть тоже будет в шире раздата. Здесь вот как бы чуть менее, но вот эта разница буквально ненамного, вот они очень-очень похоже звучат, и я пытаюсь вам вот эту вот разницу, ну это на 5-7% уровне, скажем так, не более, 7 это даже много, вот где-то более на 5%. И за счет этого вот, ну более будет комфортней высокий вокал, вот так вот сильно он вас не пронзит, как здесь, ну если вам как бы это критично, то вот, наверное, лучше ст-вторые. Здесь может вот, ну чуть-чуть рисковатым это дело показаться, здесь резким не покажется, здесь более акцент вот как бы на низком будет. Перкуссионные инструменты, здесь между ними больше воздуха, и поэтому вот как бы больше всяких ревервераций, которые вот, ну как бы так вот подменяют нам шлейфы и затухания на самом деле, больше вот как бы кажется, что здесь вот после звуча. Здесь они звучат четче, здесь воздух тоже есть, его чуть меньше, но они вот четче, техничнее и детальнее. А по ВЧ, а для меня однозначный чемпион CCI, CRI+, потому что они чуть-чуть ближе, они чуть-чуть ярче, они чуть-чуть лучше прорисованы, они вот знаете, чуть более подчеркнуты, хотя их тоже много, они рассыпчатые, но у них вот чуть больше яркости. Чуть больше как бы ты на них обращаешь внимание на каждую из них, здесь они чуть больше как бы в своей основной массе, чуть шелестящей, чуть вот как бы и чуть отведеннее назад. То есть вот как бы самой детальности, ну то есть на ВЧ, ну чуть-чуть как бы что ли меньше, хотя здесь стоит арматура, да, я же уже показывал, акцентировал на этом внимание, что здесь у нас гибрид, что в сопле у нас арматурка и 10-миллиметровый динамик, как здесь вот просто все дело в динамике. И вот этот динамик, он лучше и ярче рисует в ВЧ, чем арматура стоящая вот здесь. Удивительное рядом, да, но оно запрещено, как пел незабвенный Высоцкий, ну вот представьте на секундочку. И вот знаете, что еще я подметил, вот после прямого сравнения, еще когда вот обзор на CCI, CRI+, делал, я это подметил. Ну и сейчас, конечно, тоже это слышно. Я понимаю, что здесь арматура, и она как-то играет чуть-чуть вот на особицу. То есть есть вот этот вот стык в коерентности, здесь, понятное дело, один динамик отыгрывает, и вот это действительно чувствуется. Вот как бы они очень-очень похожи не звучали, но вот здесь вот в ВЧ, они как вот чуть-чуть оторваны, ну вот на самую малость от общего музыкального полотна. Раньше я за ними этого не замечал, пока я вот впрямую не начал их сравнивать с CCI, CRI+, вот на фоне этой модельки это сразу стало ясно, как бы и понятно. Вот почему вот эта модель заняла первое место в моем топ-рейтинге, личном, скажем так, рейтинге канала Alex Dazor. Вот сейчас вы можете его видеть, так вот для воспоминания на момент снятия ролика, вот он выглядел вот так. Щетка вот как бы в ВЧ, да, ну и то, что они вот универсальны, но они вот так не на голову сказать, но на полголовы выше. Ну вот эти комфортнее. Сразу людям, которые любят чуть-чуть вот как бы, чтобы было меньше резкости, наверное, все-таки вам в сторону ST2 смотреть от TRN. Все, я свое мнение высказал, а теперь пусть наш пушистый эксперт Беллочек, он же Исин, скажет вам свое. Друзья, ну с моим выбором все понятно, но я-то здесь так, чисто для красоты. Вот профессионал, это он. И что скажет он, вот как бы, это будет истина в последней инстанции. Малой, давай, выбирай. По-моему, он не хочет выбирать. По-моему, он хочет на ручке. А ну-ка, побежал к нашему бывшему первому месту. У нас здесь бывшее первое место и нынешнее первое место. У нас здесь все первые места. Нет, ну чудесные наушники. Но знаете, я еще раз хочу напоследок повториться. Пока я не услышал CCI и CRA+, я как бы не, ну, то есть не понимал, что вот там вот чуть-чуть как-то арматура, они высокие частоты выдают как-то вот чуть-чуть на особенность, на особицу. Вот как бы, что они как-то чуть-чуть оторваны от остального. Вот та самая пресловутая когеренность. Пока я не послушал эти наушники, вот этого я там не замечал. Теперь я как не одеваю ST2, я это там слышу постоянно. Мамой, ну выбери что-нибудь. Гляньте, он, короче, не хочет, не хочет, не хочет. А что ты хочешь? А он хочет любви, тепла и ласки. Говорит, я останусь в нейтралитете. Мне нравятся обе модельки. И в этом он, собственно, прав. Все, друзья. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Мирного неба вам над головой. Нет войне ни в коем случае. Потому что я тут лично ад пережил из-за всего этого. Всем всего хорошего. Всего самого доброго. И до скорых встреч в наших эфирах. Пока.